Я впервые за долгое время решила достать весы. Последний раз я весила 55,5 ровно. Это, наверное, было в начале декабря, если не ошибаюсь. Я наела полтора килограмма. Последний раз я взвешивалась в начале ноября. Ну, в общем, за два месяца я наела полтора килограмма. Ну что, девчонки, мне кажется, пора нам худеть. Ну что, я завтракаю. Я сейчас опять снова придерживаюсь интервального голодания. Сейчас час дня. Я только завтракаю. Побольше зеленушки. Ну, яичница, все как обычно. Но и без вкусняшки никуда. Сырка у меня нету, поэтому съем такое лукошко. Обожаю лукошко. А если внутрь еще, знаете, сгущенку добавить, это просто космос. Но сегодня мы будем без сгущенки. Стараюсь все убрать, все шоколадки, конфетки. Но назад задрак позволяете какую-то съесть вкусную... вкусняшку. Я вообще вот люблю смотреть такие документальные фильмы. Я не знаю, каким образом, уже не помню. По-моему, Сэнсты. Там какая-то тема зашла про это, и я вообще не знала. Вот, девочки, я не знала, что в такой стране, как Афганистан, мусульманской закрытой стране, есть детская проституция. Танцующие мальчики Бача Бази. Я на ютубе несколько таких видео. Представить не могла, что в такой стране такое возможно. Это ужас, девочки. Вот, так что посмотрите, если вдруг вы тоже не знали, и вы будете в таком шоке, как и я. Потому что, знаете, в таких закрытых странах, мусульманских, меньше всего думаю, что у них такое может быть. А вот и нет. Вот и нет. Видимо, запретный плод сладок. Что это такое? Пилочка. Ничего себе. Смотрите, тут Дед Мороз. Катя подарила вот такой вот адвент-календарь. Маникюр. Да, и она открывает каждый день по окошку. Это где было? Лак? Лак. Вот этот, да? А еще это для маникюра. Педикюр. Педикюр. Вот окошко было. А здесь были тени. Тени были, да. Здесь была заколочка. Может, еще одну откроем? А здесь киток. Давай еще девятое окошко откроем на видео. Давай. Это что? Это румяна. Ничего себе. Смотри, написано. Насте Дед Мороз подарил вот такой вот органайзер для хранения косметики. И все, что внутри, там почти все. Смотрите, сколько у нее косметики. У нее косметики. Ну, то есть у нее вся косметика. У меня вообще нету косметики. Вот. И у нее было адвент-календарь. И она за одну ночь открыла все окошки. Окошки. Вот. Так. Вот такой вот органайзер. Открываете. И тут вот такая вот красота. Ребенку 12 лет. Смотрите, сколько у нее. Также Дед Мороз подарил ей сыворотку для лица. Специально для подростков. Вот. Также Настя запросила вот такой вот крем-вазелин. Он такой, знаете, жирненький. Им можно мазать абсолютно все. Вот. Еще вот такая вот пенка-мус. Воздушное облако тоже для лица. Это все подростковая серия. Не для взрослых. Это она меня что-то стащила. Вот. Куча-куча масочек. Смотрите, завивка для ресниц. Это какой-то, как говорится, обзор Настины косметики. Вот. И тут у нее, смотрите, куча-куча-куча всего. Так что вот такой вот органайзер. Я, кстати, тоже себе захотела такой. Так, девчонки, ну что, я продолжаю влог. Я нахожусь сейчас на кухне и занимаюсь уборкой. А знаете, что именно я сейчас буду делать? У меня в чайнике налет. Вот. И я хочу от него избавиться очень давно. И на самом деле у меня не было средства. И вот, наконец-то, у меня появилось. У нас бренд Чистюля удаляет абсолютно все загрязнения. Налеты, соли, ржавчину. Не знаю, там, ванну, сантехнику, вот, чайник. Не знаю, если у вас чаша от мультиварки грязная. Для обработки раковин, унитазов. И сейчас вместе с вами мы отмоем накипь в чайнике. Нужно добавить теплую воду. Конечно же, само средство. Обязательно не забываем использовать перчатки. И немножечко проходимся губкой и оставляем на 10 минут. Ну, пока у меня, так скажем, замачивался чайник, я решила помыть еще кран на кухне, потому что он тоже уже с налетом. Средством можно отмывать межплиточные швы, плитку, душевые кабины. Если тяжелое загрязнение, то можно не разбавлять. Обладает дезинфицирующим эффектом, устраняет неприятные запахи и возвращает блеск. Ну что, я выждала 10-15 минут, помыла. И смотрите, какая красота. Налета нет. Ну, в общем, супер средство. Мне очень понравилось. Конечно же, ссылочку я оставляю на него в описании, на Marketplace. Обязательно переходите, покупайте. Готовлю обед. И что-то, знаете, носком наступило. Думаю, что-то мокрое, думаю, пролила, что ли. Смотрю, а у меня лужа. Короче, заглянула, а у меня тут потоп, представляете? Ну, как потоп, не то, чтобы прям вообще. Но все мокрое. Включила вроде кран, ничего не течет. Предполагаю, что как будто бы течет из посудомойки. Ну, что-то, как-то, может быть, со шлангом, что-то, я не знаю, а как, а как посудомойку двигать, никак. Как вообще? Пипец вообще. Просто. А что ты это? Вода течет, вот откуда-то. Откуда течет вода. У меня, кстати, видите, нет сковородок. Я так и не нашла сковородки. Бесследно исчезли при переезде. И поэтому что-то такое большое по объему я готовлю мультиварки. Спасибо большое, мультиварки. Плохо буду готовить мультиварки. Блин, я не знаю, что делать. Бонни, надо мастера вызывать. Короче, знаете, по ощущениям, как будто бы вода течет именно из посудомойки. Что-то, наверное, со шлангом. Очень странно. Короче, я решила не рисковать и пока посудомойку не пользоваться. Вообще, по идее, надо ее откручивать, вот, снимать вот с этих болтов. Потому что там никак не пробраться. То есть там вообще, то есть вот тут все сухо. Туда надо как-то пробираться. То есть вот этот шланг, который прикручен непосредственно к посудомойке, скорее всего, он протекает. Короче, знаете, что я решила? Я решила купить датчик этого, датчик мокрого пола, или как он называется. Ну, в общем, если вдруг протечка, то он среагирует. Я давно очень хотела, но не думала, что он мне пригодится. То есть, честно говоря, никогда не было протечек. Ну, мало ли что, вдруг у меня, хоп, сразу умный датчик есть. Приходит уведомление на телефон о том, что вот там где-то протекает мокрое. Вот обязательно надо это сделать. И течет именно, видите, вот вода. Я никак не могу пробраться. Тут я вытерла все. Надо вытаскивать, в общем, посудомойку. Серега далеко работает. Сейчас ему тоже, кстати, кухню устанавливают. В данный момент его не может просто сорваться. Я ему сказала, ладно, не парься. Я пока не буду пользоваться. Ну, надеюсь, что больше воды не будет. Если будет прям течь, то, конечно, перекрою. Будем наблюдать. Он что-то так расстроился на самом деле. Носки мокрые лежат. Очень расстроилась. Кстати, по поводу кухни. Да, я хочу оставить пару отзывов. Кухня мне нравится. Полочки будут прибиты обязательно. Я думаю, все сделаем. Но я хочу немножечко поныть. Я не люблю это делать. Но, блин, девочки, это вообще на самом деле мастер, который мне устанавливал кухню, показалось мне сначала нормальный парень, грубо говоря. Но он сразу начал с того, что вот, нам мало платят, зарплаты маленькие. Вот мы только на допах зарабатываем. Ну, то есть начал вот это все рассказывать. Думаю, ну, ладно, понимаю все. Но могу так сказать, что мне совершенно не понравилось, как он спустя время, как он сделал. Ну, например, вот эти штуки. Декоративные бортики, да. Вот не поверите. Боня просто носом прикоснулась. Все отвалилось. Все, понимаете? То есть это не то, что ногой пнуло. Вот. Смотри, все элементы, все болтаются. То есть это надо все приделывать каким-то образом. То есть, видите, все. О том, что я как бы робот-пылесос там не работает, да. Там не долбится об эту штуку. Все отвалилось. То есть, чтобы вы понимали, вот эту декоративную штуку, когда я увидела, что сегодня подтекает вода, я просто вот взяла, и оно моментально отошло. Я не знаю. Вот тут тоже смотрю. Смотрите, тоже. То есть, я не знаю, на каких соплях это держится, но можно же что-то придумать. Еще я только сейчас заметила, когда тут что-то намывало. Смотрите, как он криво мне раковину установил. Видно вам или нет? То есть, вот идет. Это даже не надо брать сантиметр. Вот. То есть, как бы он мне криво выпилил раковину. Ну, вообще. Ну, в общем, видимо, платят мало. Не стараются. И сама кухня, слава богу, фасады висят. И на этом спасибо. Все хорошо. Но вот это то, что все отвалилось. Ну, не знаю. Надо-то как-то, может быть, на суперклей как-то приклеивать. Я не знаю. Вот супчик уже приготовила. Боже мой. Супчик, конечно, это что-то с чем-то. Ну что, продолжая влог. Еле заехала, слушайте. Короче, мы приехали в стоматологию. Опять стабильно. Раз-полтора, ну, раз в месяц мы ездим, Насте. Поправляем зубы. Интересно, что-то на сегодня будете новое делать или нет. Не знаю. Ладно больше даже? Ладно, да. Мы спешим. Просто опоздали. Ну, не опоздали. Три минуты осталось. Поэтому бежим. Нас, короче, на днях все растаяло. Потом сразу бахнул минус. Вся за... Да, тачка вся замерзла. Мы ели просто. Открыли машину. Не завели, а именно открыли. По льду было. То есть что, городская стоматология. Потому что наш врач, она была вклад на клинике и перевелась сюда. Поэтому мы ездим теперь сюда. Мы каждый раз, когда приезжаем, народу тут много. Тут, смотрите, никого. У нас всегда строго по записи. Мы не ждем. То есть мы записываемся. Вот сразу на приеме мы записываемся. И приезжаем потом. То есть вообще никаких проблем. Ходим к нашему доктору уже сколько? Не знаю, сколько мы. Полгода точно носим, да? Надо посмотреть. Нас сегодня в школу прогуляла. Такая счастливая. В общем, мы после стоматолога сразу едем домой. Потому что там Катюшка из школы приходит. А потом я везу ее на английский. В общем, все в бегах. Нет, у меня вот три зуба пудры сейчас растут. Я их собираюсь удалять. В возрасте многие удаляют. Я спросила, когда их удалять можно? Можно ли это как-то избежать? Она говорит, ну типа вот в конце твоего лечения мы можем их удалить. Я думала, что зубы мудрости удаляют только по какой-то веской причине. Ну то есть, допустим, у меня вот эти нижние зубы мудрости растут. Они у меня прорезались, так скажем. Могут, так знаете, раз в пару месяцев чуть-чуть поныть. Вот здесь зуб мудрости растет. Вот с этой стороны нет. По-моему, три зуба мудрости у меня растет. В общем, я когда была у стоматолога последний раз, я говорю, надо вот что-то удалять. А они говорят, если не беспокоят особо, если не болят, то зачем удалять? Потому что на самом деле удалить зуб мудрости, это достаточно... Это очень больно. Да, это такая прям, ну, серьезная процедура. Все, мы, короче, взяли в пекарню. Катюшка как раз из школы приходит, и мы через час едем на английский. Вот и весь день. Маме некогда работать сегодня, короче. Ну что, мы будем заниматься сейчас творчеством. Пряничный домик. Несмотря на то, что сейчас уже не такое новогоднее настроение, но пока елочек стоит, можно. Да, это я купила готовый набор. Вот, тут все есть. Все есть. Вот, тут все есть. Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, ну что, я буду заканчивать влог, и с вами немножечко хотел поболтать. По поводу, кстати, качества тоже некоторые писали под прошлым логом, что очень засвечено. Я, честно, не знаю, может быть, это айфон опять какие-то настройки мне там поменял. Честно, вот все делаю то же самое. Монтирую в той же программе. Ну, сохраняю все. Короче, все то же самое делаю. Делаю все как обычно, а видео некоторые почему-то в плохом качестве. Ну, если это видео тоже засвечено, то обязательно отпишитесь. Я вроде бы вчера в настройках там поковырялась. Ну, в общем, вроде все нормально. Я не знаю. Я снимаю на фронтальную камеру. Качество, конечно, похуже. И плюс у меня тут очень, девочки, плохое освещение. Мне нужно купить люстру. Висит у меня в потолке лампочка Ильича единственная. И она очень плохо светит. Поэтому я хочу купить сюда какую-нибудь бюджетную люстру. Мне как раз друзья подарили сертификат в Леруа Мерлен. Я вот хочу съездить, в общем, купить какую-нибудь люстру. И уже забрать ее на новую квартиру тоже. Потому что тут люстры никакой нет. Просто лампочка. Видите? В общем, по поводу дизайн проекта. Завтра я иду на квартиру. Завтра будет замер. Вот. Я нашла через, в общем, известный сервис. По отзывам вроде все нормально. Не знаю, честно сказать, переживаю. Он мне, в общем, скинул опросник такой. Я должна буду заполнить. Распечатала специально, чтобы удобно было. То есть тут мои пожелания по дизайну. Да, там, планировка. Вот я просто читала. Да, я вообще не знала, что дизайн проекта делают. И они прямо досконально все спрашивают. Например, как часто и сколько гостей, друзей и родственников будут оставаться у вас на ночь одновременно? Возраст детей, их пол, рост. Там, есть ли животные. Ходите ли вы узаконить перепланировку? На какие стороны выходят окна? Юг, Восток. Кстати, я вообще в этом не разбираюсь. Куда там окна выходят? Не знаю. А как много вещей нужно хранить? Что это за вопросы такие? Конечно, очень много. Кладовку отдельно проектируем. Или будет такая, если будет такая возможность. Там кондиционеры. В общем, вот, на 10 листов. Поэтому я сейчас буду заполнять. Я кинула клич на профиру. Отправляешь запрос. И на твой запрос откликаются люди. Очень много поступило. То есть, я только выложила. Мне сразу хоп, 10 кликов. Из них 90%. Вообще отзывов нету. Просто фотографии. Просто я могу. Я все сделаю. И ценник. Ценники, девочки, вообще я офигела. Ценники в среднем от 2 до 2,5. И 1,5-2,5 тысячи за квадратный метр. Умножаем на 80 квадратов. Вы можете взять прямо сейчас это все посчитать в уме. В общем, выходит очень дорого. И, кстати, еще одна подписчица мне скинула контакт. Это ребят, которые делают ремонт в Питере. Мы с парнем созвонились. Я с ним поболтала. Там поспрашивала. Просто он как бы делает все под ключ. То есть, он, допустим, берет объекты. У него команда. И они делают все под ключ. Но под ключ это очень дорого. Я как бы не миллионерша. Конечно, мне хочется сэкономить. Все-таки их 80 квадратов. Все это будет очень дорого стоить. Я даже боюсь считать. Поэтому придется где-то, конечно, сэкономить. И под ключ не подходит. Под ключ это нанимать бригаду. Это сразу очень дорого. Хоть и, скорее всего, ну, более, как это сказать, надежно. И вот мы с ним поговорили. Он сказал, что вообще нет смысла заказывать все эти дизайн-проекты, там, 150-200 тысяч отдавать. Но просто как бы у меня нету стен. Я не хочу сама, знаете. Вот тут розетку, тут розетку. Я вот думаю, еще сюда можно ее сделать, да. И вот я так непрофессиональным взглядом, чисто на свой вкус, возьму и все неправильно сделаю. Потому что очень важно все-таки правильно сделать электрику. Потому что потом будет поздно. Он очень ответственный. И я ему просто хочу сказать, что я хочу. А я хочу отказаться от всех шкафов. Я хочу, там, гардеробную. Слава богу, что вроде как моя комната позволяет по квадратам сделать гардеробную. В общем, у меня есть какие-то свои пожелания, свои какие-то мечты. То, что я хочу сделать в своей 80-метровой квартире, девочки, просто. Я пересмотрела кучу дизайнов. Я пересмотрела кучу интерьеров. У меня столько всего в голове. И я даже не знаю, можно ли это реализовать. Так что обязательно следите за влогом. Ставим пальчики вверх, если вам интересно все это. И, наверное, в следующем влоге я расскажу именно про ипотеку, сколько стоит. Я уже обещаю, уже, не знаю, третий влог. Но просто этот влог, он вышел такой спонтанный. Просто там я хочу очень так хорошо все подробно вам рассказать, снять. И пока времени не хватает. Но я в эти выходные, думаю, я сниму. Поэтому обязательно все вам расскажу. Сколько я плачу ипотеку, на сколько лет, какая ипотека. В общем, все подробности. Про район, про город, про мои мысли вообще. Как я к этому пришла, что я делала, с какими проблемами я столкнулась. В общем, все вам расскажу. Обязательно следите за влогами и ставим пальчики вверх. Потому что это, надеюсь, как-то продвигает мои ролики. И все будет хорошо. Так что заполняю. Такое ощущение, что у нас там салюты пускают. И я знаю, знаете, что я сейчас подбегу к окну, и салют уже закончится. Ну, я так и знала. Вот всегда так, знаете, сидишь, думаешь, подбежать, не подбежать, подбежать к окну, не подбежать. Думаешь, все, бегу. Подбегаешь, салюта уже нет. Такие приятные хлопоты вообще. Вы даже не представляете, насколько я мечтала с нуля сделать свою квартиру мечты. Это вообще. Я знаю, что это будет сложно. Я знаю, что это будет затратно. Финансово, это все очень дорого. Но это же тоже какой-то отдельный кайф. Просто я вот только анкету заполняю, а я уже кайфую. Потому что, когда ты очень сильно что-то хочешь, и у тебя прямо вот мотивация. Ты горишь этим, да? То есть ты прям кайфуешь от этого. Я понимаю, что это все в моих сейчас руках, все, что я захочу. Знаете, в голове это гардеробная, какая-то бытовая комната, куда я скину все свои швабры, тазики, чтобы все это было просто спрятано в какую-то вот маленькую бытовую комнату. И я еще мечтаю о стеклянном... Ну, это не сервант, стеклянный, как он называется? Не бар. А стеклянная витрина, буфет, я не знаю, чтобы туда поставить красиво бокалы, какую-то посуду красивую купить. Ну, это прямо вообще моя мечта. Это, мне кажется, вот снова в моду возвращается, когда вот это все красиво так стеклянно, можно витрину такую стеклянную сделать. Просто, мне кажется, такая красота с подсветочкой просто. Ой, вообще, я сейчас заплачу, сейчас я... Как выключить и закончить влог, я вот покажу, что я вот мечтаю о П-образной кухне. Я не знаю, насколько это возможно осуществить в мою квартиру, потому что нужна большая кухня. Вот, но я прям мечтаю. То есть вот так вот сделать. Тут барный стул, я сажусь, и свет от окна падает, идеальное освещение. Просто я об этом мечтаю. Видите, сделан такой шкаф стеклянный, с подсветкой, где стоят все бокалы. Вот, я вот об этом мечтаю. Просто я хочу лучше что-то подобное. Ну, надеюсь, что мечты мои осуществлятся. А мне не нравится? Мне очень понравился вопрос, смотрите. В ближайшие 2-3 года кто-то с детей начнет самостоятельную жизнь? Если да, то что планируется делать? Думаю, Настя лет 15 свалит, и что сделать вместо... Мне такой вопрос не нравится. Так, значит... Да. Какие комнаты вы хотите получить в квартире? Сколько спальни? Ну, значит, одну спальню детям. А, что ты делаешь? Всем доброе утро. У нас как бы сегодня не особо доброе утро. На самом деле, планировала сегодня ничего снимать, потому что сегодня суббота. Сегодня я проснулась с хорошим настроением, как обычно. Все, супер. Ну, суббота. Я всегда утром захожу, читаю новости, ну, как обычно. И, в общем, захожу я такая в новостную группу, читаю новостную ленту, и везде пожар, пожар. Ну, как обычно, знаете, куча пожара везде. Я сразу вообще не заметила. Я увидела, что склад в Шушарах, Валберс, горит. Вы представляете? Я в таком шоке. Давай все это листать, читать, смотреть. Пожар какой-то там, не знаю, четвертый уровень. Ну, в общем, самый-самый большой. Дым вот так вот валит. Я понимаю, что все. Все, что было, все, что мы недавно отгрузили, все сгорело. Все сгорело. Ну, если не сгорело, то точно догорит. Я, конечно, расстроилась. Сразу пишу Сереге. Он, а что, что, а? Он вообще не в курсе. Там ходит по магазинам что-то. Я говорю, что, блин, наши котики сгорели. Все, наши крючки. Ханаем. Я отошла немного. Ну, самое главное, конечно же, чтобы не было жертв, потому что сотрудников очень много. И вот я следила, следила за информацией. Естественно, в Валбере сразу там написали, что все будет возмещать. Ну, мы же это не можем проверить. Мы же... Ну, мы надеемся, что все-таки они возместят. Ущерб. Просто, знаете, это так забавно. Забавно то, что только недавно мы отгрузили. И самое интересное, что сегодня суббота. Сегодня Серега должен был приехать ко мне. И вон у нас стоит новая партия новых, вообще нового товара. Я как раз еще карточки доделала. Все. И вот оно. Представляете? Слава богу, мы не успели оставшуюся часть товара отгрузить, потому что мы хотели это сделать завтра, послезавтра. Просто повезло. И я, короче, вот только что зашла на сайт, смотрю наши крючки, вот их нет в наличии, все. Их вообще... Ну, то есть их купить нельзя, соответственно, потому что что покупать, все сгорело нафиг. У нас товары там было не на очень большую сумму, ну, как бы как... Ну, это все равно деньги, понятное дело. Мы отгрузили, по-моему, 200 или 250 единиц, а оставшиеся товары решили... Ну, то есть разделили сначала эту партию, потом другое. Говорю, повезло, что мы не все отгрузили, иначе вообще было бы максимально обидно. Вот. А у кого-то там на миллион, на два, на три, представляете? Ну, я надеюсь, что все-таки все получат там по страховке, все возместят. Но это все-таки ужас. Я не думала, что я с этим столкнусь. Это... Знаете, это мне кто-то писал про стабильность. Марина, влезла в ипотеку, сейчас время нестабильное. Вот ты там на блогерство только рассчитываешь. Только вот блогерство, а то бац, Ютуб закроют. Вы знаете, девочки, у нас ничего нестабильно. Хоп, класс загорел. И все твои миллионы тоже. Хоп, тебя уволили с работы. Не знаю. Хоп, Ютуб закрыли. Не знаю, какую-нибудь вообще соцсеть взяли, прикрыли, да? Как тогда Инсту, помните? Мы все офигели. Ютуб тоже монетизацию отрубили. А что сейчас стабильно? А жить когда? Когда квартиры покупать? Он... Могут машину угнать у тебя, понимаешь? Все. Машину хоп, и нету машины. И не факт, что возместят страховку там все. У нас на днях в соседнем доме прорвало трубу, или что там, и полностью паркинг затопило. Машины были по лобовое стекло просто в воде, представляете? И там писали в комментариях, что страховки отказывают. Вы мне подписчики все время. Вы же знаете, что я в Солнечном живу. Какие-то громкие такие новости. Вы мне всегда отправляете в личку. Вот, спасибо вам большое, что переживаете. И некоторые говорят, Марина, паркинг, паркинг, смотри. А я понимаю, что я как раз искала паркинг, потому что там же я, паркинг все как бы далеко мне, да? И я как бы все равно смотрю, чтобы тут паркинг где-то найти и снять его. Пока нету. И вот как раз я рассматривала соседние дома. И вот соседний дом затопило паркинг так, что просто машины плавали там, представляете? И страховки отказывают. И все, сразу большие потери. Вот как. Забавно то, что все равно YouTube является самым стабильным моим заработком на протяжении уже многих лет. У меня на постоянной основе... Пусть модернизацию отрубили, но у меня все равно... Боня, с тобой не искывается. Мы с тобой до сих пор не дружим. Перевернула мне вчера, короче, там разбила вазу. Увелось там все диффузор вот это. Я до сих пор, короче, Боня, на тебя обижена. Не общаюсь с тобой. Вот. Что я говорила. YouTube, получается, он все равно является самым стабильным заработком. У меня все равно 2, 3, 4 рекламы в месяц, но у меня закажут. У меня постоянное сотрудничество со многими брендами, да, там, с магазинами. Перекресток мой любимый или там Яндекс постоянно, да, с ними сотрудничаю. Вот поэтому, как бы это забавно ни звучало, но уволить могут, товар может сгореть, а деньги все равно приносит YouTube. Вот как? Вот как, понимаете? Ты сегодня работаешь, завтра тебя уволили, сократили. Так что, давайте вы мне не будете писать там про стабильность. Ничего сейчас не вечно под луной. Все могут попасть, у всех могут опокрасть, у всех, у всех могут уволить, все соцсети могут прикрыть. Тут остается только, ну, надеяться на то, что все будет хорошо. И все. Вот. Так что напишу сейчас Сереге, чтобы он не спешил ко мне. Я вообще поздравила.